поставил тазик налил воды немножко и попеременно они купаются высушиваются на верхний этаж залетят чтобы обдувало плохо кормят вот боюсь как бы не погиб этот заняты своим новым гнездом а первое как будто это не их ребенок сейчас маленько дала несколько зернышек он первый раз он в тазике хочет искупаться с какой осторожностью вот так я сейчас немножко здесь ключ и свет чтобы был свет вот так жалко хороший уже большой вот он должен со слететь все таки туда первое купание первая баня это за два месяца примерно а может и больше ну да февраль-марте марта февраль-декабрь в три месяца они у меня в комнате вот сейчас но кошечку полю в погреб закрыл который отдельно у меня голубка есть коробочку вытащил спрятал вот он теперь залазит в воду сейчас будет хлопать и вода везде полететь так и есть это баня душ говорят лиса находят старую какую-нибудь шкурку там от барсука или что-то она берет ее в зубы и задом хвост под воду и у нее эти блохи то все выползают к самому носу а с носа на эту тряпочку на шкурку а потом она ее бросает и они все поплыли кто куда вот я такое читал лиса она хитрая сама строить не умеет а барсука дома нет она зайдет проверить у него горница комната приемный зал там много выходов а у нее это ничего этого нет она везде нагадит нагадит а он придет а убрать не может там жижа расползлась он фыркнет и уйдет снова делать на новом месте стройку вот такая история это виталий бянке описывает он много лет посвятил работе такой журнал лесная газета была я считал уже лет в пять наверное откуда вот знаю первую книгу я купил жизни книга об орнитологии сусликов создавал сдавал наконец-то одолел и купил книгу толстая книга страниц 550 я изучал всяких птиц и потом узнавал их по голосу по голосу даже по следам от ног однажды потерявку я приехал и слышу такой голос птицы который не слышал а кто он такой не знаю говорю примерно вот так этот воробьиный сыщик он маленький коса скворец скворца залазит скворцу комнату и убивает его все-таки я укутру поймал всем в деревне показал маленькая миниатюрная сова сушится видите как вентилятор это я бумагой застелил чтобы уменьшить забрызгать пол вот теперь он мокрый он и кормит то вряд ли его будет он к нему сунулся ну покорми 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 это твое детище ну что же ты так отрекся-то от него он уже едва дышит желаю чтобы он покормил хоть молись об этом полу живой буквально это сегодня у нас 12 марта восемнадцатого года сейчас потеряю разговаривал чтобы игорь забрал у меня ту одна голубка и закрыли всех голубей с ней вместе хотя бы недели на 2 то но она познакомиться с кем-нибудь там голубой голубей там много и как правило самцов больше она может быть замуж там выйдет дикаркой дикая как будто бы хохолок это говорит о том что такого цвета если породистые голуби она может быть близко к турманам не знаю этот рядом сидит но сейчас бы подходить а он еще отбрызгается вот так он еще должен покупать это мало для него на спине белая это самец голубь он хозяин дома вот сколько операций то делай чтобы вывести погулять сейчас батюшка звонил что роман и малыш ездил куда-то батюшку отверг потому что у него и ннн у батюшки храм-то зарегистрирован на батюшку ну и все никакой не священник благодати отнято и поехал в омск вчера он был в омске воскресенье то и даже причащался до василий савельев то а когда они провели собрание узнали зачем он гадок у нас везде все их есть это и ннн и на храмы на это то есть он просчитался полностью и ннн значит это знак антихриста а там приехал столько ехал до омска а 14 она назначена у романа как будто бы суд решить нет за его просьбу чтобы остаться продать имущество вот к этому и пришел сначала разрушил а теперь к ннн опять и подъехал вот и все не хотел слушать нужно слушать священно начале православной церкви московского патриархата там все разъяснили четко и ясно свободно можешь принимать можешь не принимают но неприятностей будет много не примешь и вот он поехал опять к тому же подошел все храмы то по днн но и куда ты денешься шестерка почему не говорите что штрих код там три семерки три восьмерки там же много цифер что уперлись шестерку 13 глава откровения ну и что вот он подходит просить вы сейчас покорми меня папа покорми слава тебе господи кормит он отрыгает полупереваренную пищу это птичье молоко как говорилось и он этим питается в тиши маленечко дал до вечера доживет а там видно будет ну забросили все можно конечно было бы выходить особая такая как соска обрезается полупереваренная пережеванная пища ему там дается но это очень много отнимает время и я не могу это делать вот такой перышки свои вот он проверяет что посушить покорми его еще ну покорми твое же дитя то не чужое отодвинулся от него не трепещет крылышками тот просит голодный в зобу пусто а зоб пустой значит ничего и нет и не согреться ничего а там у меня песок глина и соль и вот повадились туда берут там мы консервная банка мелкая сантиметра на два туда насыпал закрепил ее доской а тут под ногами у меня разные документы все такое архив пропиленовый мешок заложился перевязал и в ноги ставлю туда а этот куда-то делся убежал он любит прятаться но теперь он уже смело идет эти тазик в избе комната такая маленькая вот приходится это терпеть а нужно вам это ну как сказать нужно не а компьютер то оставил сейчас свой тут ответы пока давал и много что вот у меня ответы даю люди ждут стараются чтобы от нас ну проповеди звучали именно там как-то свободно но я боюсь прикоснуться вот он пошел маленький еще дал несколько зернышек слава тебе господи она сидит на гнезде яйца парит уже вовсю ой тоже начинает крылышки вот так вот так ох ты и везде прячется где-то надо чтобы задняя часть была у него прикрыта и он прижимается подойдет там у меня стоят книги или что-то к ним прижмется и сидит ну а вот пошел опять попросить покорми меня когда сам будет есть то далеко пшеницу семечки все будет жевать сейчас бы еще недели полторы протянул он его покормили ну что же вы так сейчас потихонечку я пройду чтобы не запуску гнуть подойду посмотрю как там то мать сама сидит на гнезде сидит вон ее плохо правда видать там она сидит на яйцах что не видать вот он ко мне угадал я шевелюсь он вернее предмет к валентам к моим идет иди вон сидит твой отец вон он где иди к нему это я хожу рядом он уже не боится правда вчера пришлось загонять и сильно напугал его все пока на этом благодарю всех кто отзывается о голубях повторяю голуби определяет характер человека это психологи говорят и вывод какой у злого человека голуби не водятся вот и весь ответ у меня три большие голубятни и вот эти вот сейчас на 2 разбита одна здесь в комнате все время в комнате и утром и только встаем он воркует уже там ей наговаривает у людей которые не слышат это они не знают что интересно бывает так голубят она в барнауле там тюрьма ну сизу следственный изолятор и там старое монастырские здание там голуби и видимо завезли специальные за ними ухаживает человек но я не узнал какая статья я так через решетку его видел значит тот кто любит а другому нужны нету он и голубей всех слопает и все вот они где а тот лег прямо где мне сейчас садится он под ноги ну ладно я пока здесь буду молиться на глазах будет все